В Казанском федеральном университете прошел ряд встреч и дискуссий в рамках Всероссийского библиотечного конгресса. В императорском зале состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к грядущему 220-летнему юбилею вуза. В его рамках представители вузовских библиотек Казани и участников секции познакомились с историей Казанского федерального университета. Особое внимание обратили на богатую и интересную историю библиотеки имени Николая Ивановича Лобачевского, которая с каждым годом увеличивает свой фонд изданий и рукописей. Отметим, что мероприятие прошло при участии директора научной библиотеки имени Лобачевского Евгения Струбкова, директора научной библиотеки Томского государственного университета Артема Васильева. Мероприятие началось с торжественной речи первого проректора, проректора по научной деятельности Дмитрия Таюрского, после которой приглашенные спикеры вручили подарки университету. Параллельно в Музее истории прошла лекция по особо ценным рукописным документам и редким книгам, ключевой темой которой стало сохранение и популяризация книжного наследия. Участники представили свои наработки и мысли, отвечающие на актуальные вопросы современности. Коллеги обсудили результаты археографических экспедиций отдела рукописи и редких книг Национальной библиотеки Республики Татарстан, выявили проблемы безопасности фондов редких книг и многое другое. Конгресс очень полезное мероприятие, большое количество информации, большое количество встреч, а вот это посещение Казанского федерального университета, старейшего в России, ну это вообще какое-то потрясение, потому что когда понимаешь, что здесь учились Лев Толстой, что здесь Лобачевский ходил, наверное, дышал этим воздухом, наверное, как-то начинаешь ощущать себя иначе. Также в рамках 28-й ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации зарубежные участники из Индии, Сербии и Кубы посетили отдел рукописи и редких книг Научной библиотеки имени Лобачевского, провела экскурсию и показала самые ценные экземпляры книг заместитель директора по научной работе библиотеки Эльмира Амирханова. Элина Александрова, Резида Каримова, Тимур Ахмедов, Александр Антонов, Универ Новости.